итак доброе утро дорогие друзья всем доброе утро hello bonjour из святого города иерусалима шалом шалом всем хорошим добрым умным людям которые хотят понять как работает мир и которым интересно как тора описывает духовные законы по которым работает этот мир на сегодня мы живем в удивительное время доступа к любым источникам информации раньше никогда такого не было чтобы человек мог спокойно взять включить свой телефон и соединиться со всем миром и со всей информации которая есть в мире с одной стороны есть в этом плюс да то есть мы можем видеть ситуацию с любого ракурса то есть мы живем во время называется это время до время познания представляете мы живем во время познания с другой стороны из-за такого огромного количества огромного количества информации очень тяжело разобраться где где точная где не точная где мнение где в принципе это все мнение по большому счету все что мы слышим из любого источника информации это мнение это не факт и то что я сейчас рассказываю это тоже не факт представляете то есть это мнение и когда человек соприкасается с какой-то информацией он обычно соприкасается когда человек рассказывает мнение чьё-то которое он как-то понял и он высказывает свое мнение а ты когда это слушаешь у тебя есть такая интерпретация как ты это понял ты веришь не веришь как ты это объясняешь и вот мы изучаем сейчас тору тора это это учение да это знание слова тора это учение знания которое получил евреистий народ на горе сина и от бога так мы верим то есть мы так верим и что бог открылся в синайском откровении маша рабе но поднялся на гору сина и получил все это знание он на себя как записал он как был как жесткий диск такой да он все на себя записал мало этого он стал таким проводником который получал у него был вай фай к богу пророк это тот у кого есть вай фай к богу к духовной реальности он все это получал 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 и высказывал и вот мы сейчас изучаем книгу из письменной торы называется медилат эстер свиток эстер мы находимся сейчас в конце первой главы эту книгу читают каждый год два раза обязательно в праздник курим вечером и утром мы приближаемся к празднику куриму осталось около трех недель чуть меньше и мы готовимся чтобы понять что что там рассказывается да значит краткое содержание первых уроков что в некотором царстве состоящем из 127 стран это была древняя персия древний вавилон власть захватил человек по имени ахашвирош который очень быстро разбогател был умный хитрый мощный он захватил власть во всей этой империи женился на внучке на выходные цара это предыдущего великого царя который разрушил первый иерусалимский храм и он сел на престол и собрал значит министров всех захваченных стран правительство министров собрал их у себя в городе шушан город сузы город сузы известен он в истории и в этих сузах он собрал всех на пир и вот они сидят он набухался и он говорит напился он пьяный и говорит своим евнухом до помощником говорит а ну-ка приведите мне вот эту ваше царицу да царицу внучку этого на выходные цара приведите ко мне голую в короне чтобы все видели кто здесь царь и значит это вашки которая тоже была выпившая она говорит я не пойду я не пойду и вот тут мы он задумался что теперь делать и сказал он мудрецам которые были его советники что мне делать евреи мудрецы сказали мы не знаем и тогда тогда выступил вперед его один из советников которого звали мы мухан то есть он был один из советников царя вокруг каждого царя вот чтобы мы знали да когда мы видим царя царя президента мы видим некую вершину айсберга маленькую вершину айсберга мы видим только вот то чека который рот открывает а вокруг него вокруг него есть люди советники и каждый советник ему в ухо шепчет один говорит делать так другой делать так третий делай так и сказал ему вот этот мы мухан сказал он встал и сказал перед царем и всеми министрами он говорит послушайте это говорит не просто семейная разборка это не то что жена сказала мужу я не приду он говорит это вообще государственный вопрос это сейчас он Он говорит, государственный вопрос, восстание против власти. И он говорит, не только на царя одного, она восстала, это Вашти, да? Ее звали Вашти, Вашти, Амалка, царица. А на всех, она говорит, министров сейчас было нападение. И на всех народ, которые во всех странах, во всех этих республиках, царях Ашвироша. Почему? Потому что выйдет сейчас слово царицы, то, что она сказала. А она по пьяни сказала прямым текстом, что он козел, что он кто он вообще, откуда он взялся. И она ему тоже высказала все это. И слышали, это женщины, которые были у нее на Перу. И теперь будут женщины, жены, они будут позорить своих мужей в их глазах. Когда они скажут, вот, царь Ашвирош позвал, позвал он эту Вашти царицу. И она не пришла, и она не пришла. Он говорит, в этот день скажут, прямо сегодня уже скажут. Сарот это жены министров Персии и Мидии. Которые услышали, что сказала царица. Что они теперь скажут своим мужьям. Все своим мужьям они скажут. Скажут они всем министрам царя. И будет позор, и позор будет и Безайон, и Кэтсев. Ну, в общем, будут скандалы в каждой семье теперь. Потому что они скажут, а что такое? Почему мы должны слушаться? Царица не слушает царя. Так мы должны слушаться. И тогда он ему дает совет. Вот этот вот Мемухан. Мемухан дает ему совет. И им аля Мемухтов ецедвар малхут милифанав. Он говорит, если... Я тебе говорю совет царю, да? Чтобы написали закон. Он говорит, мы должны издать закон в Персии и в Мидии. И этот закон вообще запрещено будет приступать. Какой закон? Ашерло того вашки. Из-за того, что не пришла вот эта вашки царица перед царем Ахашвирошем. То он ее казнил, а царство отдаст другой, которая лучше, чем она. То есть он ему говорит, ты сейчас должен, как раз для тебя сейчас момент. Чтобы все увидели, какой ты крутой царь. Что против тебя даже царица, если она выступила о неуважении, то ты даже царицу убьешь, которая вообще, она была внучка императора на выходные цара. У тебя сейчас есть возможность показать, насколько ты крутой, чтобы вообще против тебя никто, никто вообще не мог голову поднять. И тогда этот приказ пойдет по всем, по всем царствам, по всем 127 республикам. И нужно издать закон, чтобы все женщины давали почет своим мужьям. От большого до маленького, во всех семьях, закон государства. Он посоветовал лишить женщин избирательных прав, вообще всяких прав. То есть он, этот Мемухан, посоветовал царю Ахашвирошу, жен превратить по статусу, по уровню как рабыни. И написано, Кав Алиф, отрывок первой главы. «Вейтава давар бейне амелых веа сарим». И понравилось то, что он посоветовал царю и всем министрам. Они говорят, круто, это что, законодательным образом теперь? Значит, женщины лишаются всех прав, да. «Веа са мелых кедвар мемухан». И сделал царь, как ему посоветовал вот этот Мемухан, его один советник. «Ваишлах сфарим эль коль медино тамелых». И он послал письма, да, статьи, приказы, письма во все 127 этих стран и областей. Каждому народу на его языке послал этот приказ. И что было там написано? «Чтобы каждый мужчина был хозяин в его доме». Приказ он такой издал, что только мужчина, вообще, как закон устанавливает в своем доме. И чтобы все в каждых странах говорили на языке мужей, на языке этой страны. Что жены должны изучить язык мужей, если они из разных народов. Значит, это первая глава. На этом заканчивается первая глава. Она очень интересна. Давайте чуть глубже копнем, что там было. Во-первых, эта глава оказала нам меня лично. Что мы видим из этой главы? Что какое-то слово, какой-то совет, какой-то по пьяни разговор может кардинально поменять жизнь человека. Кардинально в «Вашке казнили». Представляете, царица. Она ответила царю что-то не то. Он ее казнил. Теперь, какое влияние оказала вот эта вот первая глава Медюна Тестер на мою жизнь? Я когда приехал в Израиль, мне было тогда 26 лет. Это был 2000 год. Я приехал в 2000 году. И я сел учиться в Ешиву. Я до этого не знал никакую еврейскую историю, ни Тору, ничего. То есть я воспитывался в мировоззрении, в идеологии. Бывший Советский Союз, спортинтернат. Какие-то были предложения, какие-то взгляды на мир разные. Но у меня не было такого устоявшегося четкого жесткого мировоззрения. То есть я точно понимал, что Карла Маркс выдумал коммунизм, Фрейд выдумал фрейдизм, какой-то там Троцкий выдумал троцтизм, какой-то там Дитлер, чтобы стерлось его имя, выдумал фашизм и так далее. То есть весь мир живет на выдуманных идеологиях. И я как бы смотрел на все эти идеологии и думал, ну вот люди повыдумывали себе, а как же мне жить? Я, значит, приехал в Израиль изучать Тору. То есть я подумал, что все-таки Бог, наверное, который сотворил мир, он сообщил людям, как мир работает. И я сел в Ешиву. И как раз в это время я прилетел в Израиль 26 февраля 2000 года. И в это время как раз это было время, как сейчас, перед праздником Пурим. И первое, что я начал изучать в Торе, это была Медилат-Эстер. И есть еще отдельно Талмуд. Вот это вот Талмуд, трактат Медила. Трактат Медила, где разбирается, вот смотрите, видите, вот такими вот буковками разбирается, это вавилонский Талмуд, разбирается, что там в глубине было. И вот Талмуд задает такой вопрос. Он говорит, смотрите, мы видим, кто это был Ахашвирош. Ахашвирош это был такой преступник, который залез на престол, всех поубивал. Ну для него это было как бы, ну естественно. А кто такая была эта Вашти? Вашти была тоже принцесса того времени. И почему она отказалась пойти к Ахашвирошу? Задает вопрос Талмуд. Действительно, она была, женщина, написано в Талмуде, как бы подоплека этого вопроса, подоплека этого вопроса была в том, что яблоко от яблони недалеко падает. И они с Ахашвирошем, они были одного поля ягоды. Так почему она не пошла, что и тяжело было выйти голой в короне и сказать, смотрите, какая я красивая? Да? Если сейчас посмотреть в инстаграм, то, ну я не знаю, большинство популярных женщин абсолютно не стесняются в купальниках, в трусах, постят свои фотографии вот так вот вообще везде. От Собчак, кандидат в президенты России, до, там я не знаю, до кого. Но как бы это вообще не считается почему-то странным в наше время. Так почему Вашти не пришла? Задает вопрос, такой в Талмуде задается вопрос. Значит, Талмуд дает несколько вариаций ответа. Одна вариация обычная, что ее возмутило неуважение к себе. То есть она была высокомерная, она была принцесса-царицей. И если бы он в другой форме попросил, если бы он сам пришел, там и так далее, она, может быть, и пошла. Такой вариант ответа. Второй вариант ответа, что она хотела пойти, но это же сейчас первая только глава, это фундамент. Там дальше целая история. И эта история, там у нас впереди еще 9 глав, и это только завязка истории. Второй ответ такой, что она хотела пойти, но в этот момент она пошла пятнами. В этот момент она пошла пятнами, а есть которые говорят, что произошло чудо, и у нее вырос хвост. Так написано в Талмуде. Значит, я это изучаю. Чем Талмуд интересен, он не дает ответов. Он задает вопросы, он дает разные ракурсы. То есть весь Талмуд построен на вопросах, на исследованиях. И если что-то не сходится, то Талмуд говорит, не сходится. Это тут не сходится, это там не сходится. То есть он учит смотреть под разными ракурсами. В 26 лет я приехал, мне было 26,5 лет, и у меня была беременная жена. И в этот момент мне приходит повестка в армию. Мне приходит повестка в армию, в израильскую армию. По закону, человек, который приехал в Израиль в 27 лет, он уже не идет служить. В 26 еще идет. Мне 26,9 месяцев. По закону, человек, у которого есть ребенок, родился, он не идет в армию. Но у меня жена беременная, еще ребенка нет. И у меня получается очень такое пограничное положение, идти мне в армию или не идти. Я приезжаю в военкомат, приезжаю в военкомат в белой рубашечке с бородой. А военкомат с Талмудом как раз, вот с Талмудом Медила, как раз вот Медила от Эстера. Я приезжаю, мне так было интересно, что же дальше. И вот я приезжаю, сидит девушка, солдатка такая в военной форме. И говорит, так, Пентусевич, Пентусевич, зачем в Израиль приехал? Я говорю, я в Израиль приехал изучать Тору и встречать Машеха. То есть я понял, что уже конец времен близок. Я хочу изучить как раз Тору. Мне хочется понять, чего Бог от нас хочет. Я в Ешиве учу Тору. Она смотрит на меня и думает, или я кашу от армии, чтобы не идти, или я действительно такой. Она мне говорит, ну хорошо, говорит, и что вы там учите? И как раз я на этом месте, я открываю Талмуд. И говорю, вот смотрите, вот тут интересный вопрос. Почему в Аште не пошла голая к Ахашвирошу? Говорю, вот вы задумывались когда-нибудь на этот вопрос? Я говорю, я тоже никогда не задумывался. А тут написано, что у нее вырос хвост. А другие говорят, мудрецы, что у нее хвост не вырос, что она просто обиделась. А вы как думаете, я ей говорю? Она такая на меня посмотрела, говорит, негоден. Вообще к армии негоден. Нам не нужны такие в армии. Говорит, дальше разбирайтесь. Говорит, история интересная. Но, говорит, вы от армии освобождены. Вообще от израильской армии вы освобождены. Я говорю, ладно, я в армии у Всевышнего, я изучаю, что было дальше. А теперь слушайте внимательно, что было дальше. Что было дальше. Дальше начинается вторая глава. Очень интересно. Начинается вторая глава. Так, так, так. Начинается, мы дошли до второй главы. Так, вот. И написано дальше так. Он раздал приказ. Все. Ахара дворимаэли. Начинается вторая глава со слов после этих событий. Проходят эти события. Вашки казнили, как сейчас в Иране. Это все было как раз в Иране. И в Иране до сих пор казнят в год, там, по 100-200 человек. Казнят публичные казни повешением, да. Недавно казнили одного, там, олимпийского чемпиона, по-моему, по борьбе. За то, что он вышел на демонстрацию. В общем, это Иран. Он какой? Персия, да. Какой он был, такой остался. После этих событий. Кышох Хамад Амелех Ахашвирош. Когда спустился, пусть спустился гнев царя Ахашвироша. Захары дворимаэли. Вспомнил он Вашки. В это же Раста. И то, что она сделала. В это же Эрник Зарале. И то, что он на нее постановил. И он говорит, секундочку, говорит, что за дела? По большому счету, что она сделала? Ведь я же некрасиво поступил. Я ее позвал. Некрасиво через Евнухов. Я ее позвал голой. Он говорит, что же я наделал? Что же я наделал? Ахашвирош говорит, она была красавица, умница, принцесса, внучка, внучка царя. Как же я так поступил? И он как раз задумался. Это как раз то, почему еврейские мудрецы ему не дали совет. Они поняли. Скажут они казнить ее. Потом он раскается. Скажут они ее помиловать, простить. Потом будет любое против царя восстания. Скажут, что из-за них. Они сказали тогда, не знаю. И тогда вот этот Мемухан, который посоветовал ее казнить, ему надо дальше идти. Он уже заднюю дать не может. То есть он уже придумал, чтобы ее казнили. Теперь он должен выпутываться из этого положения. И тогда он дает второй совет царю. Он ему говорит. Значит, нужно искать для царя девушек, девственниц, которые хорошо выглядят. То есть мы сейчас будем искать конкурс красоты. Будем выбирать для царя лучшую девушку, которая только есть во всех 127 странах. И, значит, был конкурс красоты. А так как женщин полностью лишили всяких прав. То есть они были вообще бесправные. В общем, смотрите. Я буду тогда переводить сразу. Начали собирать по всем 127 странам молодых, красивых девушек. Которые были очень хорошего вида. Их просто хватали на улицах. Их забирали, выбирали. И привозили их в Сузы. Шушан-Абера. Столица называлась Шушан по-еврейски. А в обычной транскрипции это город Сузы. Их привозили. Ставили их в дом специальный гарем. Который был гарем. И их там были специальные люди. Евнухи. Которые их готовили, чтобы они могли спать с царем. И он по очереди с каждой из них спал. И надеялись, что так он найдет себе царицу. Вот такие были в то время нравы. И четвертый отрывок второй главы. Девушка, которая понравится в глазах царя, значит, она и будет царицей. Такой был совет. И понравился этот совет царю. И он приказал сделать так. Еще раз хочу подчеркнуть. Хочу подчеркнуть, что когда мы смотрим на царя, царя, президента, какого-то властителя, мы видим только его. И мы не видим то окружение, которое в принципе рулит. У любого царя или у любого руководителя, или у любого человека даже, да. У любого человека, у него есть голова, она как калейдоскоп. Ему постоянно надо выбирать из разных советов. То есть, если человек царь, у него круг советников. Если человек не царь, просто руководитель, круг у него советников. Если он просто, я не знаю, ребенок, подросток, любой человек, у него тоже в любой жизненной ситуации есть круг советников. И каждый советует ему что-то свое в зависимости от своего мировоззрения. И на сегодня получается какая ситуация. Например, мы возьмем для каждого из нас, как это в жизни преломляется. Поссорились муж с женой. Поссорились муж с женой. Муж сидит и думает, что с ней делать, например. Да, вот я домой пришел, а она, например, там, я не знаю, еду не приготовила, ужин не приготовила. И еще мне скандал устроило, что я там не убираю. Что мне делать, думает этот мужчина. Вот что мне делать. Теперь, значит, он идет с друзьями, встречается. Друзья ему говорят. А из друзей один женат, второй не женат, третий не женат, четвертый день. Друзей, значит, четверо друзей, один ему говорит, который женат, говорит, слушай, опять же, что он ему посоветует. В зависимости от того, какие у него отношения с женой. Тот, кто развелся, что ему посоветует? Разводись. Тот, который иди, что ему посоветует? Слушай, попробуй с мужиками, может получится. Четвертый, что ему посоветует? Четвертый, ему посоветует тоже что-то свое. И ему надо выбрать теперь, что ему делать. Правильно? То есть, это если мы говорим простая жизненная ситуация. Женщина тоже самое. Идет к подружкам. Подружка одна развелась, вторая развелась, третья развелась, четвертая развелась. И все подружки ей говорят, да пошел он нафиг, одной жить лучше. И все. Понятно? И поэтому сейчас количество разводов увеличивается в геометрической прогрессии. Потому что если раньше мама, бабушка, прабабушка девочки советовали, ну потерпи там, значит потерпи как-то в это самое. То сейчас ей все советуют с экранов телевизора отовсюду, не терпи, разведись, дай возьми скалку, дай ему по голове, значит. И все. Понятно? Значит, то же самое касается царя. Царя, президента, есть вокруг каждого царя и президента, есть круг людей, которые ему в уши каждый дуют свое. У них у каждого есть свои советники, которые ему в уши дуют свое. И мы вот сейчас здесь увидим, как эта вся история разворачивается. Потому что как раз я остановился на очень крутом месте, когда начинается главная суть, зачем читают Медилат СР. Это была подготовка. То, что мы сейчас читали, это была подготовка. И, значит, понравился ему этот совет. И тут начинается, прямо когда читают в синагоге Медилат СР, читают под другую мелодию. Включается другая мелодия и начинается, главное действующее лицо входит в эту историю. Ишь иуди, а я бешуша набера. Человек иудей, иудей, еврей, был бешуша набера. В то время в Сузах был еще один советник у царя. Был этот Мимухан, который был. А был такой, которого звали Мордыхай. Ушмо Мордыхай, бен Яир. И имя этого человека было Мордыхай. Бен Яир, сын Яира. Бен Шиме, сына Шиме. То есть идет его родословное. Бен Тиш, сына Тиша. Иш Ямини. Он был из колена Беньямина. И Ашер Аглами Рушалаем, который был из изгнанников Иерусалима. Им Агулла Ашер с изгнанием, которое было из Иерусалима. С царем, которого звали Иханя, Мелых Иуда. Ашер Игланова Хаднесер Мелых Бавель. То есть Мордыхай, он был как раз один из лидеров еврейской общины. Которая за 70 лет до этого царь Навухаднецар, дедушка этой вашки, разрушил первый храм и евреев переселил в Вавилон. И он был тоже один из, не советников, но он был один из таких государственных служащих, который имел доступ к дворцу. Все, на этом мы останавливаемся и дальше начинает разворачиваться очень неожиданная история. Встречаемся завтра и узнаем, что там было дальше. Кстати, интересно, кто стал следующей царицей. Там целая-целая история. Все, друзья, удачи, успехов. До завтра. Встречаемся во сколько? С 10 до 10.20. Продолжаем изучать Тору. Все, удачи, успехов. И выбирайте, выбирайте хороших советников. Хороших советников и всегда спрашивайте, а вам-то кто советует? То есть, когда вам кто-то советует, ты его спроси, а ты-то откуда знаешь? Откуда корни твоего совета-то? Откуда ноги растут? Кто тебе насоветовал? Все, всем удачи, успехов. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok